Ехать или не ехать на личном автомобиле? Над этим вопросом 19 апреля ломали голову зареченские автовладельцы, которые уже успели поменять на своих машинах зимние колеса на летние. За одну ночь в Заречном выпало несколько сантиметров снега. Весеннему снегопаду жители не обрадовались. Саня эти скользко, поэтому совсем не весенне-зимняя погодка. Как доехали? Нормально, у меня все сезонка. Неожиданно снег упал. А вы успели переобуться? Да, к сожалению. В конце апреля никогда такой не было погоды. Я как помню себе. Мы обычно уже 24 апреля сажали огурчики в грунт. Снег во второй половине апреля явление редкое. Такого не было в Заречном как минимум полтора десятка лет. Но к капризам природы коммунальные службы оказались готовы. Дворники старались как можно быстрее привести в порядок внутриквартальные территории. Отчистить, чтобы людям хорошо ходить было. От бордюров очистить. Чтобы трактора видали бордюр. Чтобы не вывернули его, когда очистят. Комбинат благоустройства тоже оперативно отреагировал на изменения погоды. Снегоуборочная техника была приведена в полную готовность. И с раннего утра рабочие приступили к борьбе со снежной кашей на дорогах. Техника была переоборудована на летний период. Но в связи с прогнозом погоды, с начала недели начали переоборудовать опять на зимний период. Навешивать полуги, ставить пескотрясы. Сегодня выпал снег. Смену вывели с пяти часов. Опять формируем, как и в зимний период, две смены. С пяти до четырнадцати и с четырнадцати до двадцати трех. Сегодня вывели 19 единиц техники. Синоптики предупреждают, что снегопад еще будет в Заречном. 20 апреля вновь ожидается выпадение осадков. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...